мир божий всем общая тема дух и слова первая тема святой дух и откровение вопрос прочитайте 2 петра 1 глава 19 по 21 что здесь сказано о природе библейской пророческой вести что божественная природа библейской вести говорит нам об авторитете библии читаем 2 петра и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших знаю прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собой ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи человеки будучи движимы духом святыми авторитет ответ пророческая весть для нас как утренняя звезда в сердцах наших пророческая весть исходит от бога дается она нам духом святым через божьих людей если мы его народ тогда движим и духом святым и зарекаем божьи вести природа библейской пророческой вести есть светильник пророческого слова до божьей зари рассвета что же делать как нам быть божьей зарей человеческие фонари погасить второй вопрос бог воспользовался помощью людей чтобы донести свое слово до этого мира как святой дух может использовать нас в разглашении записанной ранее вести ответ если мы несем слово божие для этого мира значит нас работает дух который проверяется писанием святой дух может использовать любого из нас если у нас есть желание исполнять волю божию надо строго смотреть за собой так как в нас параллельно с богом работает наша падшая сущность которая активно поддерживается сатаной и так получая весть от бога можем так возгордиться своей сущностью что не замечаем как из-за эгоизма своего я отходит от нас дух святой и приходит дух лука бога то есть становимся слепыми из-за своей значимости и делаем слепыми окружающих думаю что все стоим на правильном пути идет жесткая борьба и спящий даже вроде с истиной может быть не действителен движение духа святого ожидаем последнее движение в этом мире обратите внимание именно движение дух святой и нас может использовать чтобы донести слово божие до этого мира согласны ли мы быть носителями света читаем его и отвечал ее в господу и сказал вот я ничтожен что буду я отвечать тебе руку мою полагаю на уста мои йог 39 33 34 следующая тема святой дух и инспирация прочитайте тексты что эти тексты сообщает нам о библейских писателях и об участии бога в создании библии 2 петра 1 глава ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божие человеки будучи движимы духом святым про законе 18 18 я воздвигну им пророка и среды братьев их такого как ты и вложу слова мои в уста его и он будет говорить им все что я повелю ему не все 38 а я исполнен силы духа господня правоты и твердости чтобы высказать я кого преступление его и израилю грех таракеншана 2 глава с 9 по 13 стихи но как написано не видел того глаз не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его а нам бог открыл это духом своим ибо дух все проницает и глубины божьи ибо кто из человеков знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем так и божьего никто не знает кроме духа божия но мы приняли не духа мира сего а духа от бога дабы знать дарованное нам от бога что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами но изученными от духа святого соображая духовное с духовным ответ в писателях в силе ли мы духа господня соображая духовное с духовным дух святой создает движение если духовно спим значит нет активности нас в святом духе слова господа бога передаются духом святым через пророков дух господень это дух принадлежащие господу дух божий или свой дух господа все видит все знает все проницает божьего никто не знают кроме духа божьего видим ли мы участие бога в создании наших ответов на вопросы по изучению библии или это видим только как истории прошлого данным библейским писателем ведь мы тоже можем быть библейскими писателями в миниатюре это огромное вдохновение божье доставляющая радость всему живущему на земле попробуйте и оцените движение духа святого оцените как говорит господь в нашем разуме и какова сила духа господня действующая в нас знаем ли мы что нам каждому лично дарова над бога духовное а не только душевное плотское следующая тема святой дух и истинность писания вопрос прочитайте псалом 118 160 что этот стих говорит об истинах которые бог открывает нам псалом 118 160 основание слова твоего истина и вечен всякий суд правды твоей ответ об истины вечен бог вечно правда к сожалению много обманутых людей которые ставят откровение духа выше писания говорят что верят духу больше чем без чем библии это есть обман сатанинских чудес который дает эмоциональное возбуждение но трезвость мышления отсутствует поэтому свое опьянение ложным духом нужно проверять писание и быть трезвым в истине слова божие наше основание есть слово божие они дух который может быть или от бога или от сатаны если от лука бога то это приводит к последствиям судов правды божьей вечное основание есть правда слов божьих вопрос прочитайте я на 17 17 что иисус говорит о слове божьем освети их истинную твоею слово твое есть истина ответ святость истины творца есть святость его слова погружаясь в слово божие мы освещаемся богом хотя внутренне не видим себе полной чистоты это вдохновляет на стремление быть ближе к богу ищем не искаженную истину так как лукавый все искажает и ленивые спящий верят этим искажением искажается истинно ложными пророками ложными видениями устами человеческими и так далее и так как воин постоянно стоим на страже дабы не похитил нас лукавый наша святость от освещения истинный слова господа вопрос почему так важно соотносить собственно свое суждение со словом божьим они наоборот ответ если будем делать все наоборот то и получится все наоборот очень важно наше суждение по слову божьему так как дьявол желают соблазнить и избранных как видим ему это удается так как избранные желают верить человеку суждением человеческим боясь исследовать глубины истины ожидается последнее движение и сейчас массово штампуются искажение во всех призывах почти во всех духа пророческого чтобы мы попали под ложное движение ложного духа отвергая движение духа святого будем же осторожны читаем его кто предварил меня чтобы мне воздавать ему под всем не вам все моё йов 41 3 следующая тема святой дух как учитель вопрос читайте 1 коринфянам 2 глава с 12 по 14 что апостол павел говорит о необходимости рассматривать духовные вещи духовно читаем библию но мы приняли не от духа мира сего а духа от бога дабы знать дарованное нам от бога что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами но изученными от духа святого соображая духовное с духовным душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает обезумием и не может разуметь потому что всем налог на судить духовно ответ о духовных вещах о как нам не хватает духа до бога слишком много душевного в служении не разумея что же желает видеть бог сначала нужно определить что такое духовное и что есть плотское душевное мы слышим из человеческих уст об истине но все слышанное проверяем словом божьим изучая слово божье получаем раскрытие смысла писания от духа святого соображаю духовное с духовным если начинаем мыслить духовно то видим процесс рождения свыше имея ум христов чтобы знать божие нужно иметь водительство его духа действительно это безумие когда нас в гоняют в рамки человеческих стандартов духовный необъятный мир нас привлекает своей чистотой и бесконечностью вопрос многие противоречивые мнения относительно библейского учения возникают не из-за сложных мест в книге а из-за слепоты и забыл и заблуждений истолкователей люди игнорируют простые заявления библии ради следования своим собственным извращенным теориям девюн геральт каким образом наша гордость является камнем преткновения не позволяющим воплотить истину писания в жизнь каких сферах ваши собственные желания удерживают вас от следования божьей истины как научиться придавать все в руки божьи и ответ о господи сколько же нам здесь мучиться из-за невоплощение истины писания в жизнь собственные желания удерживают от следования божьей истины так называемые верующие по названию гордость выявляется в желании кого-то учить читать назидание забывать о своей учебе и особенно о самостоятельной учебе ближнего работать надо с человеком а не впихивать бездумно информацию у каждого есть желание несовершенного характера и это надо видеть и устранять в свете слово божие научиться жить по воле божью как приходится страдать из-за гордости служителю искажающих воплощение истины писания в жизнь желание нашего никто не может удержать а возможности выразить наши желания удерживаются грехом как личным так и грехами окружающих в безделье нечего передавать в руки божьи так как ничего нет стремление к праведности придаем руки божию чтобы он нам помог они стремление к греху которые ведут общий к еще большему падению быть искушаем во всем кроме греха как видим множество ошибок вопросов что говорит о несовершенстве человеческого разума читаем его и отвечал ее в господу и сказал знаю что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено ёб 42 1 2 следующая тема святой дух и слово читайте я на 5 глава и 7 о каком авторитете упоминает иисус в этих текстах каким образом библия подтверждает что иисус миссия читаем я на 5 39 исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют о мне ибо если бы вы верили моисею то поверили бы и мне потому что он писал о мне если же его писанием не верите как поверите моим словам я на 7 глава кто верует в меня у того как сказано писание из чрева потекут реки воды живой авторитет миссии ответ все и вся в иисусе христе это авторитет миссии авторитет писания приводит к авторитету иисуса христа проверяем свою веру на основании источника текущего из нас какие реки слов текут из нас такова и вера наша авторитет иисуса имеет для нас жизненное значение все события и слова божие приводят господу иисус христос наполняет нас водой жизни постоянно текущий постоянно в движении как и в движении дух святой вопрос приведите примеры учений проповедуемых некоторыми людьми церкви которые явно противоречат слову божьему какой должна быть наша реакция на людей распространяющих заблуждение на сами заблуждения ответ ну если скафедры противоречат слову божьему то против ветра не плюнешь остаются действия за богом а нам держаться истины так как писание и дух божий неразлучным сожалению почти везде искажается священное писание и почти все верят этим искажением не вдаваясь в исследование библии не знаю какой должна быть реакция на проповедующих из-за кафедры так как правда библейская приводит их в бешенство если они видят что-то не так в своих выступлениях это вспышка гнева появляется почти у всех членов церкви вместо того чтобы спокойно исследовать библию моя реакция всегда положительным на изучение слова божия и осторожно на мнение людей всех без исключения основная реакция не впасть в заблуждение для этого нужно бодрствовать и трезвиться и открывать людям глаза имея глазную мазь духа святого в смирении не поднимая меча гонений чтобы не погибнуть следующая тема дальнейшие исследования дух и слова все писание бога духовновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен божий человек ко всякому доброму делу приготовлен 2 тимофея 3 глава 16 по 17 стихи вопросы для обсуждения первый вопрос почему библия является более надежным руководством духовных вопросов чем субъективные человеческие представления каковы будут последствия нашего отвержения библии как мир его которым мы испытываем все учения даже свои собственные духовные переживания ответ какой меру и мерим такова и наша чистота мир его есть слово божие вижу печальные последствия так как почти все доверяют искажением человеческих представлений истины не восприятие откровений святого духа из-за высокомерного мнения своего духа приводит к тоталитарному гнету и ухода людей из церквей наяву исполняются слова иисуса что чистота истины гонима миром этим последствия отвержения библии мы видим в этом падшем мире для объективного представления нужно использовать книгу жизни это библию субъект это фантазии объект это то что мы видим реально мы живем последствиях отвержения библии следующий вопрос мы часто слышим слово истина используемая различных контекстах обсудите само понятие истин что мы имеем в виду когда утверждаем что то или иное является истиной ответ на чем вырос на том и есть истина на лже вырос значит за истину принимается ложь наша истина есть слово божие используя все тексты библии мы можем найти истину так как вырывание слов из контекста часто не приводит к правильному восприятия мы утверждаем а это опасно из-за нашего несовершенства бог утверждает это то что нам нужно вопрос как должна реагировать ваша церковь если кто-то утверждает что получил новый свет ответ выставить себя все любят но в каком свете это видят те кто имеет глазную мазь духа святого новый свет основывается на фундаменте истины слова божия для нас многое новое это забытая старая будем осторожны с намерениями лукавого духа любящего нас обманывать если кто-то утверждает что получил новый свет то в основном это просто обман который проверяется библией первое что открывает обман это хвастовство выпячивание своего я и так далее следующий вопрос проследите принципиальное различие между библейским мучением о творении и человеческими измышлениями эволюционная теория ее нынешнем понимании полностью противоречит библейской вести что это говорит нам о причинах по которым мы должны доверять библии превыше всего остального ответ к сожалению человеческие измышления отовсюду слышны а божьи измышления находим в библии подтверждающимися духом святым видим причины обмана всего человечества фантазиях многих ученых людей обманывающих людей с детского возраста истинная правда исходит от бога и это надо донести каждому чтобы каждый смог сделать выбор без правоохранителей нам не выжить любом государстве библия сохраняет мой статус человека разумного теория эволюции разрушает человека до животного это наркоманы пьяницы и так далее божьих благословений всем